То, что этих мешков для мусора явно не хватит, участникам субботника становится понятно при беглом взгляде на территорию вокруг них. Чего здесь только не найдешь. Старую одежду, много битого стекла, покрышки от машин. Их сюда, вероятно, выбросили из гаражного кооператива. Из речки Ковы за время этого субботника вытащили немало и габаритного мусора. Кто-то даже мебель выкинул. В общем, требуется КамАЗ, да не один. Очень много мусора убрали пока около реки, берег. Мешков уже много набрали? Да, штук семь точно, мне кажется, есть. Неравнодушных к состоянию этой зеленой и пока еще очень загрязненной зоны много. Убираются и сотрудники водоканала, и волонтеры. Убрать должны обязательно. И лучше сделать это раньше. И вот команда добровольцев, которые неравнодушно относятся и к своему городу, и вообще к природе. Эта речка впадает в нашу главную артерию всей нашей страны, вообще в реку Волгу. Поэтому это очень важно. И я рад, что я здесь присутствую и помогаю нашему городу. Привести в порядок это место необходимо еще и в целях безопасности, для того, чтобы не допустить коммунальных аварий. В этом месте через речку проходит коммуникация водоканала. Нам крайне важно, чтобы зона около этих тропопроводов была очищена, для того, чтобы можно было организовывать или учитывать при необходимости эксплуатации этих сетей. Нам бы очень хотелось, чтобы наш труд сегодня не был пустым, чтобы он все-таки помог сберечь это место от вандалов. Подходят жители, они высказывают слова одобрения, поддержки. Давно говорят, надо было эту работу проводить. Нижегородский водоканал также принимает активное участие в программе «Оздоровление Волги». Нацпроекта экологии «Очистка малых рек» для предприятия – одна из приоритетных задач. Кроме того, во время паводка, заваленное мусором русло, даже маленькой речки может привести к большому потопу. Татьяна Перевозчикова, Артем Логинов и Василий Низов. Время новостей.